Привет, дорогие друзья! Лед тронулся и все чаще украинские суды, ну причем там Верховный суд, к примеру, выносят достаточно интересное решение в плане того, что они пытаются хоть что-то делать по закону, да? И это касается случаев, когда, вот к примеру, когда украинская власть внезапно отказывается платить выплаты не только уже людям, которые живут на неподконтрольной Украине территории, а мы знаем, да, что сейчас продолжаются суды по этому поводу, что на самом деле это абсолютно беспредельное решение, которым Украина, которая в свою очередь, и СМИ, которые постоянно рассказывают о том, что в России повышается пенсионный возраст и так далее, просто решила ограбить таким образом, разгрузив значительно бюджет, ограбить миллион, наверное, пенсионеров, которые проживают, ну сотни тысяч точно, которые проживают на Донбассе. Это интересное такое достаточно решение, то есть задумка понятна, что они там будут постепенно умирать, все такое, но они решили еще немножко сэкономить на переселенцах, то есть приезжает переселенец, и потом если он возвращается там, что такое, на два месяца на неподконтрольную территорию, это у него все теряется, право на получение пенсии ему типа не выплачивать, это какая-то на местном уровне, наверное, что-то придумали, такого рода пенсионный фонд сказал, окей, нам это нравится тема, СБУ начали верифицировать списки и так далее, и так далее, в общем, Верховный суд всю эту шлабуду взял и отменил. Не было отменено это решение, и кроме того, отмену этого решения поддержал УВКБ ООН. УВКБ ООН занимается беженцами, перемещенными лицами и так далее, внутренними переселенцами в том числе. УВКБ ООН вполне неоднозначно также высказался в плане того, что мы поддерживаем данное решение и призываем к тому, чтобы оно начало исполняться. 4 сентября решение принято, я не знаю, исполняется оно или нет, но я точно знаю, что там вне зависимости от привязки, где они там живут и так далее, я уверен, что это первый шаг к тому, чтобы наконец-то вернуть заработанные людьми пенсии жителям Донбасса, которых этого просто лишили. Мне все равно, что им выплачивает местные власти, местные так называемые власти в так называемой ДНР, мне все равно. Эти граждане являются гражданами Украины, если Украина не признает паспорта ДНР, а она их не признает, значит люди остаются гражданами Украины. Если они остаются гражданами Украины, а они остаются, значит им надо выплачивать пенсии. Украина обязана выплачивать им пенсии и отговорки здесь не катят. Мы в любом случае со своей стороны продолжаем платить наши импровизированные пенсии, но это не 0,001%, а это 0,001% от того, что на самом деле должны получать все эти люди и чего они не получают. Мы продолжаем присматривать за этой ситуацией, мы однозначно будем продолжать бороться за то, чтобы Киев наконец-то начал возвращать деньги, которые он решил скрысить у этих людей. Приятного просмотра, подписывайся, пока. Саша, Александр, 88. Что я помню о войне? По-моему я все помню. Объявляют войну 22 июня 41 года. Мне 11 лет. И в это время шла картина Мить Калилюк. Там белогвардейцы и пацаны с ними воюют. Не воюют, а камнями бросают на них. Ну вот такое там. Так мы, это вот почему я именно это вспомнил. А мы давай собирать камни. Жил я. Улица сейчас 50-летие. А тогда это 12-я кооперативная, номер мой 26-й. И в 20-м двухэтажный дом. Так мы туда кирпичи пацаны стягиваем. Как же немцы пройдут в войну, чтобы или мы как начнем. Ну ладно, это детская. А взрослая, что? Мать менять ходила вещи на... Ну что там рассказывать? Короче говоря, немцы вошли в Донецк. Сталина тогда было. А мы ушли с матерью. Ушли в село. Пошли, пошли тогда. Так оно было, что люди уходили прямо компаниями. Ну и дошли аж до село в Запорожскую область. Ну и все, там прожили. Мать уже, понятно, работает же там в колхозе, как вроде. Это ж про немцах. А мы... Я пацан-то, считай, ничем не занимаюсь, бегаю. Ну а я вообще-то с города, а это ж село. Так там... Я маленький рост там, видите ж, какой вышел. Так они меня там дражают годок. Мы дали такую... И... Ну а я с города... И вообще я был шустрый уже. Четыре класса я кончил. Ну а и самокаты там сами делали, игрались дома когда. А туда в село, ух ты, там что не спросить. А я знаю, так этот годок был, знающий. Ну и все, мать работает в колхозе. Ну колхоз на благородной бригаде, там туда. Ну и это длилось, пока не освободили Донецк. Сталина. Это было, по-моему, в конце 43-го года. 43-го года. Вот. Не могу точно уже вспомнить. Ну и мы назад сюда приехали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Конечно, конечно радость. Мы бросили там чуть ли не пешком. А как уйти? Это Запорожская область. Запорожская область. Геническ район, это далеко, так мы чуть ли не пешком и шли, где подвезут железная дорога там, где как, сюда добрались, ну и что. И все, здесь уже нормально. Жили мы, я говорил, на 12-й линии, 26-й номер, и там еще живут трое Благовых. Фамилия Благов, материн брат Максим Сергеевич, другой брат Иван Сергеевич, они там живут, вот они оставались, а мы одни уезжали. Это, как можно представить, сейчас что ли? Никак, глупость какая-то, какая-то глупость, ну как это можно представить? У меня в России, почему началась сейчас война, я сам себе уже 4 года, так сам себе все время сперва об этом даже думать не мог. Куда меня грешному? У меня образование, ремесленное училище, и все. Трудовой стаж у меня 70 лет. А чтобы разбираться в этом политике, куда мне там грешному? А теперь за эти 4 года, я уже понял, что те, что образованные сильно, так они тоже, такие получаются, соображалки у них. Ну как это? Я же вам говорю, что у меня в России семеро, семеро моих родственников, а я что, воевать с ними буду, или они со мной воевают. Я считаю, что это глупость умных людей. Большое спасибо вам за помощь. Что я могу сказать? Не то слово. А кто это вообще организовал? Что это такое? Я награжденный орденом трудовой славы, а потом медалью 100 лет Ленина за трудовую доблесть. Медаль была, это еще в 70-м году. А уже в 80-м орден трудовой славы. Ну и там ветеран труда. С buenas Síп mains. А тепbody. У�оф. Доижка. Произъем. С pergunt synthetic tip 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 tip. Продолжение следует...